Всем здравствуйте! Вы на канале YouTube Elena France, здесь Сибирячки во Франции, на моей французской кухне. И сегодня готовим один из самых любимых рецептов французов. Это слойки со шпинатом и с козьим сыром. Такие слойки можно приготовить различным образом, с различной начинкой. Я покажу вам оригинальный рецепт, то есть базовый рецепт. И вы его потом можете разнообразить по вашему вкусу. Для этого рецепта нам потребуется тесто. Тесто вы можете сделать сами или купить в магазине. У меня сегодня готовое. Чаще всего французы берут слоеное тесто. Но в принципе можно брать тесто и как на пиццу, и делать любое тесто. Также шпинат. Шпинат можно брать свежий, можно брать замороженный. Чаще всего французы используют сыр, используют козий сыр. Но если вдруг у вас не продается козий сыр, то берите любой сыр, какой у вас есть. Немножечко тертого сыра, сметана и одно яйцо. Тесто раскатываем и разрезаем на одинаковые квадраты. Если вдруг у вас покупное тесто, то лучше брать не круглую форму, а квадратную. Если у вас шпинат свежий, то предварительно его нужно отварить. Если замороженный, то разморозить. В шпинат будем добавлять сметану и немножечко тертого сыра. Сколько чего я, как всегда, оставлю под видео в инфобоксе. Все хорошенечко перемешиваем. Приправы вы можете добавить по вашему вкусу. Можно добавить также соль, можно добавить любые приправы, которые вы любите добавлять к шпинату. Сыр нарезаем на маленькие кругляшки. Но если у вас не круглый, то есть не такой формы, то просто на квадратики примерно я 0,5 см нарезаю. На наше разрезанное тесто выкладываем примерно 1 столовую ложку шпината, который мы перемешали со сметаной и сыром. И затем 1 кусочек сыра. Также вы можете разнообразить, как я сказала, как вы хотите. Можно добавить небольшой кусочек рыбы. Можно, французы также любят капнуть чуть-чуть меда. Я буду добавлять травы Прованса. И теперь нам осталось просто-напросто соединить противоположные края теста, чтобы слепить наши слоенки. Не перебочтите с начинкой, чтобы все-таки слойки хорошо слепились. Такие слоенки очень хорошо морозить. Просто-напросто сделать заранее, заморозить. Когда приходят гости, 15-20 минут в духовке, и у вас готов очень вкусный аперитив. Или как добавление к основному блюду. Отправляем наши слойки на противень. Если кто-то считает, что я неправильно называю слойки, слоенки, то оставьте в комментариях. И нам нужен яичный желток, чтобы смазать их сверху. И затем отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов, примерно на 15-20 минут. Сверху слойки вы можете украсить по вашему желанию. Можете посыпать кунжутными семечками, паприкой или любыми другими специями. Прошло ровно 15 минут. Я достала свои слойки, они готовы. Я очень вам советую приготовить их заранее. И потом, когда на новогодние праздники или на любые другие праздники будут приходить гости, просто-напросто за 15 минут разогревать их в духовке и подавать с зеленым салатом или с любым другим салатом. Кстати, вместо шпината можно использовать любое другое овощное пюре. Сейчас я покажу, как подают французы. Я специально оставила журнал. И вот, посмотрите, французское рождественское меню и слойка. Здесь она рыбная, подается с небольшим салатом, с лимоном и украшена зеленью. Подается, как первое блюдо. Я надеюсь, что этот рецепт вам понравится и вы его обязательно приготовите дома. Всем огромное спасибо, кто остается с нами на нашем канале YouTube или на France. И до новых встреч на моей французской вкусной, полезной кухне. Всем пока-пока!